Дедушка нашего пророка. Наш пророк был из племени Курайш и рода Хашима. Отца звали Абдулла, а деда Шайба. Шайба родился в Медине. Когда его отец Хашим умер, Шайба был ещё совсем маленьким. Однажды, будучи совсем маленьким, он играл со своими сверзниками и учился стрельбе из лука. Как раз в это время взрослые, которые были поблизости, заметили его сияющий вид и сразу же поняли, что он не из простого рода и не из простой семьи. Когда очередь стрелять дошла до него, он выстрелил, и его стрела достигла цели. Он воскликнул от радости, но, конечно же, потому что я сын Хашима. Тогда все поняли, что он сын Хашима из Микки, и один из них, побывав в Микки и встряхившись с братом Хашима Муталибом, сказал, «Верно ли вы поступаете, оставив такого замечательного, сияющего и умного малыша одного?» Дядя малыша Муталиб, приехав в Медину, увёз племянника с собой и взял его под опеку. Людям, которые спрашивали, кем мальчик приходится ему, дядя Шайба отвечал, что он его раб. Именно поэтому мальчика прозвали Абдуль-Муталибом, что означало «раб Муталиба». От него Абдуль-Муталиба всегда веяло ароматом. Где бы он ни был, везде было хорошо, сытно, приятно, и если долго не было дождя и наступала засуха, все люди просили его помолиться и попросить у Аллаха дождя. Он не мог отказать, не хотел никого обижать, поэтому забирался в горы Сабир и молил Аллаха о дожде. И в честь Нуры нашего любимого пророка Мухаммада, Всевышний Аллах дарил людям всё хорошее, всё, что просил дед Абдуль-Муталиб. И поэтому все его любили, чтили, уважали и выбрали его своим предводителем. Правители того времени также признавали его высокое положение. Только повелитель Персии завидовал ему и питал к нему вражду. Абдуль-Муталиб был мусульманином. У его предка, пророка Ибрагима, алейиссалям, была религия ханиф, религия единобожия. Поэтому и он, и его дед, никогда не поклонялись идолам, иконам и тому подобное. Только Аллаху Всевышнему. Он всё время находился возле Каабы и всегда молился.